В этом году движению городов-побратимов Белоруссии и России 25 лет. И на взгляд всех участников уже сегодняшнего, 12-го форума, такое объединение приносит пользу народам двух стран. Народам, которые бок о бок защищали большую страну в годы военного лихолетия. В память о тех страшных годах и в честь тех, кто защищал страну и народы от фашистской нечисти, старт форума был дан на священной земле Брестской крепости. Участники возложили цветы к вечному огню. То, что вот это движение приносит пользу для развития наших двух народов, это неоспоримый факт и его уже и доказывать не надо. Такое повышенное внимание к этому форуму и такое участие серьезное, ну, около свыше 60 городов России, свыше 20 наших белорусских, а в целом участников свыше 260. Я думаю, чем больше людей задействовано в этом, тем лучше будет результат. Партнерство городов Белоруссии и России можно назвать четко работающим механизмом народной дипломатии во всех сферах. Это подчеркивал каждый выступающий на открытии форума. В подтверждении сказанному рекордное количество участников мероприятия. Делегаты из 24 городов Белоруссии и 67 городов России, это порядка 300 человек, уже старт форума показал, что диалог получится интересным и насыщенным. Союзное государство успешно развивается, несмотря на все попытки дестабилизировать обстановку в регионе, несмотря на международную турбулентность. Но народная дипломатия – это отдельный сюжет. И, наверное, это самый искренний сюжет, когда речь идет, может быть, не столько о сотрудничестве, сколько о человеческих контактах. В первую очередь, в человеческих контактах, потому что после этого выходит на другой уровень, уровень сотрудничества в экономической сфере, в социальной сфере и, конечно, культурно-гуманитарной. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский отметил еще один нюанс важности 12-го форума городов-побратимов. Это то, что впервые в нем участвуют молодежь, а также подчеркнул, что подобного рода мероприятия напитывают не только культурными, но и экономическими связями. Для Бреста значимо это мероприятие тем, что из международной или, так скажем, народной дипломатии это перестает действительно форум, который напитывает в первую очередь не только культурными связями, но и экономикой. Сегодня есть определенные договоренности по ряду российских регионов, городов-побратимов, где, так скажем, наши предприятия имеют заинтересованность в кооперационных связях, поэтому это сейчас отрабатывается. Кроме того, сегодня на площадке Бреста есть города-побратимы с российскими городами других областей. Это тоже определенного рода знаковое, так скажем, мероприятие для них, чтобы подчеркнуть и подтянуть регионы в целом на благо, так скажем, развития наших городов. В рамках мероприятия было подписано пять побратимских соглашений между городами, а после открытия форума в Брестском горосполкоме делегаты приступили к работе в четырех секциях, посвященных экономическому и деловому сотрудничеству, аспектам социальной политики, эффективности народной дипломатии. Расширенный материал о 12-м форуме городов-побратимов Белоруссии и России смотрите завтра в программе «Итоги недели».